МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы решили поинтересоваться, как идут дела с турами на Украину в Перми. У нас спрос упал полностью. Обычно у нас бронировались, зимой уже начинались весенние туры. Сейчас запросов нет практически. Хотя, если бы не беспорядки, конечно, какой-то процент клиентов съездил бы на Украину. Сейчас в связи с событием ноль путевок, соответственно, все равно какой-то минус идет. Непростая ситуация сложилась и в Египте, где экстремистские группировки угрожают иностранцам. Ростуризм в связи с этим сегодня на официальном сайте опубликовал рекомендации и для россиян, посещающих курортные зоны Египта. Ведомство просит принять все меры для безопасности. Не выезжать за пределы курортной зоны, постоянно иметь при себе контактные телефоны необходимых посольских служб. Как отреагировали пермики на события в Египте? Есть ли спрос на это направление? Падение спроса какого-то резкого мы не наблюдаем. Вот я сегодня заявку на Египет приняла. Обстановка последние несколько лет примерно одинаковая. Просто рассказываем, что эта страна не самая стабильная. Новости такие могут быть. Вот поэтому резкого падения и спроса не наблюдаем мы. Запрет на выезд за границу снимут за один день. Как сообщает коммерсант, срок снятия запрета с должника на выезд за границу сократят до одного дня. Такое поручение правительство дало Федеральной службе судебных приставов. Правда, наладить взаимодействие между пограничниками и приставами быстро не удастся. По крайней мере, ввести процедуру намечено на первый квартал 2016 года. Напомню, в настоящий момент после уплаты долга информация сначала поступает приставам. Те, в свою очередь, выносят постановление о снятии ограничений на выезд. И только потом данные передаются в пограничные службы, что занимает немалое количество времени. Между тем, многие узнают о задолженности и запрете на выезд прямо в аэропорту при прохождении пограничного контроля. И даже если оперативно погасить долг, например, через банкомат, ограничение будет снято лишь через несколько дней. Билеты и путевки к тому времени уже потеряны. Антимонопольщики предлагают узаконить расторжение навязанного договора к ОСАГО. Поводом стали многочисленные сообщения от автомобилистов. Водители пожаловались, что страховщики продают полисы ОСАГО вместе со страховыми полисами от несчастного случая. То есть фактически навязывают услугу. В отдельных населенных пунктах граждане не могут ни в одной страховой организации заключить договор ОСАГО. В компаниях требуют дополнительно оформить страховку стоимостью от 400 до 1500 рублей. Предложение расторгнуть ненужный договор без последствий уже направлено в Минфин. На этом у меня все. Удачи в делах. Субтитры создавал DimaTorzok